Здравствуйте! А заклёпки такая древнейшая вещь в конструкции, да? Сейчас их почти не применяют, хотя применяют, но не так широко, как раньше. Заклёпка замечательный совершенно объект, но очень опасный. Опасный, что легко может сломаться. Вот как выходят из строя крупные металлические конструкции? Они поддержаны небольшим движением. И в тех местах, где сопрягаются друг с другом элементы конструкции, они должны быть подвижны. Не должно работать на изгиб ничего, понимаете? Чуть-чуть заржавеет болт, в месте крепления двух, скажем, металлических элементов конструкции, так сказать, моста, какой-нибудь опоры, вот, крыши, то начнёт ломаться болт, начнёт ломаться деталь. А как это? За счёт коррозии всегда. Так вот, конструкции, состоящие из крепежа с помощью заклёпок, это сплошное опасное место. Сейчас их уже нет. Представляете, каково было раньше? Титаник на картинке нарисован. Ну, известная история, как погиб Титаник, столкнувшись с айсбергом. Помню, ещё в детстве нам рассказывали, как айсберг пропорол днища Титаника. Но вот, когда спустились, наконец, к Титанику исследователи, оказалось, что айсберг-то не пропорол ему днища. Айсберг нанёс ему серьёзный, сильный удар, и многие заклёпки, которые пробыли там совсем недолго, они полопались. Полопались, потому что не обладали нужной прочностью. И металл лопнул, потому что не обладал, по теперешним понятиям, нужной прочностью. Хотя и по тем временам это был самый прочный, самый надёжный металл. А современные крупные конструкции, многие из них построены были ещё в 19 веке, и на заклёпках, и на болтах, до сих пор существуют, эксплуатируются. Но как? Постоянно их ремонтируют, подновляют, красят. Любой крупный мост, будь то мост, Крымский мост в Москве, или какой-нибудь там мост через крупную реку, где угодно в мире, он постоянно, над ним работает целая бригада инженеров и техников, которые постоянно осматривают все эти соединения, удаляют следы коррозии. Так что в местах крепежа детали всё-таки имели возможность двигаться, а не передавали напряжение на свой собственный излом. Вот из всех трагедий, связанных с заклёпками, меня больше всего потрясла трагедия, которая произошла в Бостоне в 1919 году. Это была как раз, так сказать, заря 20 века, Бостон. Крупный завод, которым из патоки производили спирт. И ещё не было сухого закона, завод во всё работал, жарко было. А патоки там это было, сказать не соврать, где-то около 9 миллионов литров. Вот так вот, то есть 9 тысяч кубических метров патоки. Такая вот липкая масса. И так получилось, что этот клёпанный резервуар огромный лопнул. И патока залила значительную часть Бостона. Люди, лошади, машины влипли в эту патоку. Несколько дней их оттуда выколупывали из этой патоки. Очень впечатляющая катастрофа, согласитесь. Захватывает дух. Как это так вот люди влипли, как мухи к липкой бумаге, к липкой ленте. Вот такая вот катастрофа до сих пор, говорит. В жаркие дни в Бостоне пахнет карамелью. Той самой патокой, которая впиталась везде в кирпичи и в камни старинных зданий. Это, кстати, говорят, что катастрофа, последняя из известных техногенных катастроф, катастрофа на Саянской ГЭС, произошла примерно по той же самой причине. Заржавели шпильки с болтами. Не уследили. Вот они-то и лопнули. И выбросил из строя воды огромный гидроагрегат. Желаю вам удачи, чтобы не происходило никаких техногенных катастроф. Всех благ, удачи, до свидания.